Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат. С вами Владимир Добров. И мы отправляемся на пятый день соревнования супер турнира Вейконзии. Итак, пятый день соревнований принес следующие результаты. Очень много ничейных результатов, несмотря на то, что партии были крайне боевыми. И Женя Томашевский также отметил, что удивительным образом накануне, в четвертом туре, перед выходным днем, партии тура завершились все в ничью, что крайне большая редкость для подобных соревнований. Ну, а вот пятый тур тоже, не сказать, что прям очень много результативных партий. Тем не менее, Нильс Гранделюс, Нильсу Гранделюсу, у него пока идет неплохо турнир, очень много партий он выигрывает. И он смог одолеть Максиму Ашелограмму. Остальные же партии, как мы видим, завершились ничью, в том числе партия Фабиана Куруана Андрея Сипенко. Партия, которая, безусловно, была интересна прежде всего россияне. Ну, а Магнус Карлсон, не сказать, что бы сенсационно, но тем не менее, не смог обыграть Александра Донченко, как сказать, аутсайдера этого турнира, пока что у Александра турнир начался не самым лучшим образом, тем не менее, он потихонечку, потихонечку набирает очки и желаем ему, естественно, успеха. Итак, приступим к разбору партии. И партия была очень острой, особенно начало партии. Гранделюс очень известен тем, что часто любят идти тоже принципиальные сицилианки. Автор сегодняшнего видео сам пал и жертвой его подготовки. Там же Вейконзеем пару лет назад. Но это была другая история. И вот здесь Вашьем в этой позиции пошел на вариант отравленной пешки. Так называемый многими вариантами. Вариант этот известен еще с давних пор усилиями Гарри Кимовича Каспарова. Здесь теория продвигалась с фантастической скоростью. И этот вариант считался, как сказать, такой вот основой табией, которая отправной точкой для сверхострой борьбы. Ну, самый, что ни на есть, Найдеров во всей красе. Ну и, в общем-то, это стандартная, как говорится, такая отправная позиция, где у белых есть выбор между двумя ходами. Е5 и Ф5. В последнее время играют Ф5. И небезуспешно этот вариант применял и Василий Михайлович Иванчук. И сейчас применяют также на высоком уровне. Ну, опять-таки, весь вариант носит форсированный характер. То есть, здесь нужно колоссальные знания, колоссальная память, для того, чтобы все эти пласты теории уложить, как говорится, в елочку поставить. Ну, в общем, как и в Грюнфельде, Найдеров является такой вот глыбой, настоящим айсбергом, который необходимо изучать, помнить и постоянно обновлять в вашей прекрасной голове. Итак, в общем, после Ф5 у черных массы возможностей и основным продолжением является ход К6, наверное, самым таким надежным ходом. Однако, ваш елограф пошел по своей старой схеме. Он сыграл слон Е7 и пытался перевести в русло, которое он уже исполнял. ФЕ и достаточно редкое взятие слоном на Е6. Обычно били пешкой, но и возникала достаточно, опять-таки, сложная борьба. Ну, и здесь после хода сломбит Е6. Опять-таки, борьба носит форсированный характер. Белый нападает на эту пешку. Также провисает пешка на Б7. Мы видим, что здесь лазья работает очень здорово. И черные отдают пешку на Е6, но стабилизируют положение позиции. Таким образом, конь на С5 как нападает на Е4, так и держит ряд полей, как мы видим. Ну, и вот эта вот позиция, которая встречалась во многих партиях, в том числе в партиях худейственника китайского ВИИ. В основном продолжением всегда являлся ход слона Ф5. И здесь, ну, в общем-то, белые, хоть и применяли этот вариант, но объективно не добивались каких-то положительных результатов. То есть, все в основном партии завершались в ничью. Тем не менее, позиция достаточно сложная. И ход в партии, который сделал Гранд Элиус, более, наверное... Ну, не сказать, что, может быть, между слоном Ф5 и слоном Б3 как-то можно выбрать. Но слон Б3 смотрится более, как-то сказать, человечнее, наверное, нежели чем слон Ф5. Вот, слон на Б3. Опять-таки, мы смотрим, что черные пока не могут сделать рокировку. Ну, и присматриваемся при случае пешки Б7, в случае размена на Б3. Ну, и вообще здесь играет ладья Ц8. Этот ход, который критиковали многие комментаторы. Ну, вообще, сложно сказать, потому что, как бы, понять, в чем, как бы, польза отхода А6 в этой позиции достаточно сложно. Потому как, на мой взгляд, слон может вернуться на Е3 и занять более, скажем, активное поле. Хотя, хотя вот А6 рекомендует программы и говорят, что это хорошо, правильный ход. Итак, ладьет Ц8. Ладьет Ц8. В Грандейлиус сделал рокировку. Ну, и, в общем-то, сейчас партия, несмотря на то, что ничего пока еще не решено, очень быстро заканчивается тем, что ваш Е просто-напросто зевает. Зевает очень круто. Итак, он бьет на Б3, ход, который, наверное, самый разумный. Все-таки, белые и черные должны стремиться к тому, чтобы сделать, наконец, законную свою рокировку. Ну, других ходов, как бы, сложно предложить, потому как белые уже действительно стоят крайне активно. И Б5, либо какие-то ходы А6, это очень медленно. И белые, очевидно, там развивают страшную инициативу. Итак, конь Б3, ладья Б3, шаг, слон Е3 и ферзь Ц4. И вот первый момент такой истины, где Грандейлиус сыграл ладья Ф4. Он защитил пешку и одновременно создал угрозу хода Е5. И вот здесь удивительным образом, как песня поется According to Stockfish, говорится, ошибка произошла именно здесь. Вообще, Лаграф не сыграл конь А5. Ход строго единственный, который держал эту позицию. Ну и, скажем, после хода ладья Ф5 можно было вернуться на Ф6 и смотреть, на что же Грандейлиус здесь, как говорится, претендует. Ну, этого не последовал. Последовал удивительный ход для такого Мавра, для такого мощного игрока, как в Ашьем. Очень странный пассовый ход Ферзь Е6. Ход, который, по сути дела, отдает партию. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с потерей какой-то концентрации. Но удивительным образом, как конь А5 не было исполнено, до сих пор большая загадка. Ну и теперь, по сути дела, партия переходит в техническую позицию, потому что белые съедают на Б7. У них лишняя пешка. И компенсация носит лишь формальный характер. То есть, чисто визуально у черных, может быть, и есть какая-то активность в виде линии С. Есть какое-то давление на пешку Е4. Но у белых игра настолько проста, что даже представить себе, ну, даже говорить нечего. Аркировкой просто Аш3. Мы видим, белые укрепили. Ну, улучшили позицию короля, то есть, чтобы не зимнуть нигде каких-то матов по первой линии. И уже готовы приступать к решающим действиям. Ладья Б8. С такой ладью, конечно, терпеть ее невозможно. Не было хода ладья С4 за хода конь Д5, опять-таки. Поэтому такую ладью надо выменивать. И Гранделюс продолжил маневрировать. Напал на пешку А6. Ничего лучше, чем ладья А8 в Аше не нашел. Ну, и после взятия конь Д5, мы видим, что позиция совсем стала грустной. Так как теперь белые хотят, ну, просто играть ферзь Д3, скажем. Может быть, потом С4 поставить. Могут и А4 поставить. В общем, дело вкуса. У них все супер. На Е4 брать нигде нельзя, потому что после конь Бет Е7, ферзь Д5, шаг везде последует. Поэтому черные, по сути дела, приговорены. Ладья Б8. С4. Ну, этот ход единственное, что, может быть, стоило сыграть более качественно ферзь Д3. Ну, это такие вот тонкие моменты, которые, может быть, маленькие шероховатости, которые стоило учесть. С4. Слон Д8. Опять-таки, не самый лучший ход стоило. Все-таки пытаться хоть какую-то активность затеять. То есть, пойти Ладья Б1, скажем. На король АЖ2, может быть, все-таки взять на Д5. Ну, и пытаться как-то вот спасать какой-то такой вот Эндж неприятный. Тем не менее, конечно, здесь, что можно сказать. Ну, здесь вот какие-то вот такие трюки можно исполнять. Пытаться как-то вот, хоть как-то крутиться. Конечно, позиция все равно хуже, но это был лучшим шансом практически для черных. Вместо этого последовал ход слон Д8. И после хода ферзь Ф2 выясняется, что белые готовы еще поднапрячь коня Ф6 ходом слон Д4. И, по сути дела, белые добиваются решающего преимущества. Конь Д7, слон Д4. Теперь Ладья готова попасть на Ф7, начать работу с пешкой Ж7. Слон Ж5, Ладья Ф5. Опять-таки все висит. Слон А6. В общем, здесь, конечно, француз был не похож сам на себя. Удивительным образом все ходы его были уже совершенно бесполезны. И после Ладья Ц8, ферзь Ж3 выяснилось, что брать на Ц4 нельзя. Из-за такого красивого хода ферзь Б3, обратите внимание, висит Ладья и защитить ее невозможно. В случае взятия слона последовал бы просто ход Конь Е7 с последующим взятием ферзя. Брать на Ц4 нельзя, это означает, что приходится стерпеть. Ну, сыграл Ж6, француз, но после хода ферзь Х4, последнее подключение, выясняется, что на взятие Ладьи последует просто-напросто очень красивая, но очень эффектная одновременно Е5. Брать на Ф5 нельзя из-за хода Конь Е7 шаха. Ну, а на любой ответ, типа ферзь Ф7, белые могут позволить себе совершенно любое пиршество, скажем, подобного рода. И выясняется, что грозит мат на Д8, грозит взятие на А6. От этих угроз нет защиты. Ну, и партия завершается, потому как после хода слона Ф8 наносится еще очень симпатичный ход Ладья Ф6. И после ферзь Е8, отмечу, что брать на Ф6 было нельзя, ввиду мату нескольких ходов. После хода ферзь Е8, последняя несложная комбинация Ладья Бетов 8. Опять-таки, ферзь Ф8, единственный ход, шах, король Ф7 и конь Метц Э8. В этой позиции француз Вашьян Лаграф остановил часы. Здесь, конечно, борьбы не получилось. Ну, и, по сути дела, борьба закончилась после хода ферзь Е6. Вот такая вот удивительная зарисовка. Гранд Элиус набирает плюс 3, выходит, прошу прощения, плюс 2. Выходит в лидеры турнира. Идут вопросы, почему Магнус не может победить. Ну, давайте посмотрим на таблицу. Итак, таблица после пяти туров следующая. Да, плюс 2 имеет Нильс. Что же, пока у него все интересно складывается. И с перспективами все это наблюдается. Магнус 3 очка. Пока что после первой победы не может выиграть. Возможно, ввиду того, что он делал интервью и пожаловался на то, что наконец-то мне удалось выиграть первую партию. Обычно все наоборот, кто знает. Ну и Фабиану, в общем-то, в группе преследователей, вместе с Аней Шамгири и Пенталой Харекришной. Ну, замыкает пока таблицу Александру Донченко. Тем не менее, 3 ничьих подряд он укрепился, сделав 3 ничьих. Ну, а ребята остальные у нас вот потихонечку как-то двигаются. Андрей и Сипенга с Феруджей. Также интересно, как они выступят в этом соревновании. Андрей пока без поражений. Молодец. Желаем ему успеха. Ну, а болельщики Феруджи. Ожиданием партии с Куруаной и со всеми остальными. Так, следующий тур у нас предполагает следующие пары. Сегодня у нас такая вот жеребьевка. Ну и, наверное, самым интересным... Самым интересным в сегодняшнем дне, самой интересной партией будет, наверное, Дуда Карлсон. Которая, безусловно, заслужит очень серьезного внимания. Ну и лидер турнира Нильс Гранделю с Белыми будет пытаться напрягать Фабиана Куруан. И Сипенга и Герри также крайне интересна партия. Безусловно, как, в принципе, остальные. Но мы видим, будет сегодня еще битва молодых. Это Александр Донченко, Алиреза Феруджа. И, конечно же, Юрдан Ван Форест против Антона Гиха. Ну что же, вот такая вот зарисовка сегодня, господа и дамы. Надеюсь, вам удалось получить определенную пищу для размышлений. Болеем за наших. Желаю всем успехов. Поддержим наш канал. Ну и до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok